Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем сравнительный тест двух среднеформатных камер. На тесте у нас присутствуют камеры Pentax и Fuji. Обе 50-мегапиксельные, среднеформатные камеры. Одна зеркальная, другая беззеркальная. Сравним их в работе. Сегодня мы протестируем их при съемке предметов, студийной съемке предметов. Мы их погрузим в абсолютно одинаковые условия и посмотрим, какой они нам выдадут. Значит, коротко о камерах. По весу эти камеры, ну, примерно одинаковые. Чуть-чуть полегче камера Fuji за счет того, что она беззеркалка. Значит, по эргономике, по хвату, когда я держу камеру. Обе камеры, в принципе, одинаковые, но чуть-чуть получше ручка у камеры Pentax. По меню. Меню абсолютно у них и той, и другой камеры удобно, интуитивно, понятно. Функциональные кнопки всегда под рукой находятся. Есть меню быстрого доступа к основным функциям. Обе камеры меня абсолютно устроили по своим настройкам. Мы берем объективы сегодня, тоже для честного теста, одинаковые. Это объективы 120 макро, и у одного, и у второго. Мы одеваем и на ту, и на другую камеру бленды, чтобы у нас не было никаких паразитных засветок, и чтобы тест у нас был объективно, одинаковым. При тесте мы будем использовать оборудование Broncolor, которое выдаст нам абсолютно идентичный импульс, как по мощности, так и по своей температуре, и поможет нам погрузить эти камеры абсолютно одинаковые условия. Ну что ж, приступим к тесту. Для объективного теста мы камеры устанавливаем на штативе, чтобы они находились в одном и том же положении, на одном и том же уровне. Штатив мы взяли довольно-таки прочный такой, который нам позволит камеру среднего формата удержать всегда в одном и том же положении. Значит, синхронизировать мы будем камеру с компьютером, вернее, управлять камерой через шнур USB 3.0 с компьютера, и тут же мы будем видеть фотографии уже не на маленьком экране камеры, а на большом экране компьютера. Значит, для теста мы взяли вот такую вот композицию. Мы взяли баночку из-под пива Невская, но самого пива там нету. Мы его оттуда вылили и поместили туда в утяжелитель, чтобы баночка у нас не всплывала. Разместили среди камней и создали такую композицию. Под баночкой располагается устройство, которое выдает пузырьки, которое мы потом впоследствии включим. И посмотрим, насколько тщательно у нас проработается одной и второй камерой картинка. Значит, для начала мы высветим композицию, поставим сверху стрип, длинный стрип, который довольно-таки близко расположен, который нам высвечивает, в принципе, всю композицию. Посмотрим, что у нас получается. Камерой мы будем управлять с компьютера с помощью программы. И тут же файл я могу отсмотреть в большом разрешении все нюансы его. Вот я вижу, как пузырьками покрыта уже сама баночка, как пузырьки некоторые есть на стенках аквариума. Мы это еще почистим и смотрим, насколько высвечена у нас композиция. Верхний стрип нам подчеркнул светом верхушку банки, которая тем более под углами наклонена, и свет отразился в этой банке. Но у нас темновато вот здесь. Нам нужно просветить, показать, что банка у нас металлизированная, и все это золото нам нужно объемно показать. Камни у нас высвечены верхним светом. Опять же, у нас будут эти пузырьки. Чтобы пузырьки шли, нам контровым светом нужно обязательно посветить. Контровой свет нам даст высвечивание всей фактуры пузырьков. Для этого мы включим стрип, дальний стрип, Евгений. Да, вот мы включили дальний стрип. Смотрим, каков эффект нам он привнесет. Вот. Делаем еще один кадр. Все, и мы видим, как этот стрип нам отыграл по контуру. Засветилась у нас баночка вся. Видите, да? Легкая полоска. Мы его на небольшой мощности, чтобы только подсветить сами пузырьки, и очертить контуры банки. Вот у нас контуры банки хорошо очерчены. Теперь мы посветим по самой банке. Для того, чтобы просветить баночку, мы будем использовать такой тонкий-тонкий молочный пластик, так называемый бэклид. Мы размещаем его перед баночкой, сбоку, сбоку и перед баночкой, но так, чтобы этот самый бэклид не отражался у нас непосредственно в самой стенке аквариума. Теперь мы для света будем задействовать вот такие источники света. Мы берем стандартные рефлекторы с надетыми на них сотами. Сота нам уменьшает сотовое пятно, и мы эти пятна проецируем сквозь молочный пластик. Таким образом мы их смягчаем. И мягкие отражения от этих пятен будут видны на нашей баночке. Мы это будем сделать с двух сторон, слева и справа. Вот мы выставили все, и у нас две одинаковых вспышки работают. Посмотрим. Также большого мощности мы задавать не будем, нам нужно немного засветить. Посмотрим, как это все вместе у нас работает. Вот у нас засветились баночки. Посмотрим теперь. Проанализируем картинку. Теперь я вижу светящиеся с полосками. Эти полоски у нас отражаются углы аквариума. Но они нам не мешают, пускай они только привносят нам объем. Потому что объемы можно задать только с помощью чередования свет-тень-свет. Вот этот свет-тень-свет мы видим в кадре. Чуть-чуть больше мы можем дать света справа. Евгений, давай мы добавим на той вспышки. Сколько там сейчас стоит у нас? Сколько? Четыре. Четыре. Давай поставим четыре с половиной. И пятно смести чуть-чуть правее. Чуть правее. Чтобы больше края оно ушло. Мне серединку так не надо сильно высвечивать. Переместил. Есть. Мы подкорректировали и делаем еще один кадр. Вот так мне даже больше нравится. Давай еще пятерочку добавим. Чуть-чуть посветлее. И еще мы вбок можем сместить смело. Мы даже сдвинем чуть-чуть. Давай сдвигай. Туда. Сдвигай табуреточку отсюда. Табуреточку убирай. И перемещай сюда ближе молочный пластик. Перемещай. Вот на место табуретки. Еще. Еще перемещаем. Перемещай, перемещай. Так. Выше поднимай. Все. Вот здесь пятнышко теперь у нас работает. Выше поднимай. Еще выше. Выравнивай. Бэклит. Все. И теперь пятно чуть-чуть в край. Пускай туда отбивает больше. Все. Таким образом мы это пятно сейчас уводим больше в край. Мне там больше нужно будет. Вот сейчас мне уже больше понравилось. Вот было и мы чуть-чуть, видите, светлее сделали. Картинка мне более заиграла. И вот я вижу теперь абсолютно хорошо высвечен у нас металл. Теперь мы снимаем все это дело в воде. Вода у нас имеет цвет синий. Для этого мы поставим на серый фон, который располагается у нас за композицией. Световое пятно синее. Включено, да? У нас пилотный цвет, пожалуйста, включи. Чтобы мы видели, как располагается у нас это пятнышко. Мы опять же делаем сотой. Не во все стороны, а делаем маленьким пятнышком. Вот включено. И видно, синий цвет нам выдает. Все, пилотный мы можем выключить. Он нам не нужен. Свет мы уже выставили. И задаем пятнышко именно за самой банкой. Не полностью на фоне. Фрагмент высвечиваем только. И вот мы засветили. Было. И теперь у нас легкая синечка пошла. Вот смотрите. Видите, да? Уже синий. И переход у нас идет от синего к черному. Есть. Теперь мы можем смело запускать наши пузырьки. Евгений, давай мы чуть-чуть очистим стенку аквариума. Потому что мелкие пузырьки всегда садятся на стенку. И мы с помощью линейки вычищаем стенки аквариума всегда. Непосредственно уже перед самим кадром, перед съемкой. Пока идет подготовительный процесс, пузырьки пускай садятся. Но перед самой съемкой мы уже тщательно-тщательно все вычищаем. Чтобы кадр у нас был абсолютно чистый. Дабы не сидеть нам в фотошопе. Мы сразу снимем чисто картинку. Как пузыри у нас пойдут, скажем я. Делаем кадр. И вот у нас уже готов кадр с пузырьками. Все, у нас хорошие пузырьки идут на дальнем плане. Частично поднимаются прямо возле самой банки. Мы видим, да, в основном они за банком. Мы так располагаем их, чтобы нам они не перекрывали само название. Не забивали. Все. Вот картинка у нас уже снята. И потом на RAW-ах, которые я вам покажу всегда, всем дам, можете просмотреть, насколько картинка качественная. Я снимаю и JPEG, и RAW. Я всегда пользуюсь JPEG, потому что RAW я редко использую, потому что в студии у меня все четко и грамотно выставлено. Мне поправлять в RAM ничего не надо. Если вы хотите покрутить, пожалуйста, крутите. Теперь на место этой камеры мы разместим камеру Fuji. Теперь на место камеры Pentax мы поставили камеру Fuji. На то же самое место с теми же самыми установками. ISO 100, выдержка 1.125, выдержка синхронизации, и диафрагма 11, рабочая. И все те же самые условия абсолютно. Теперь мы включаем наши пузырьки. И делаем кадр. Все, пузырьки у нас пошли. И все то же самое. Все, кадр готов. И теперь мы можем сравнить оба эти кадра. Я также снял и JPEG, и RAW. И вот теперь у нас оба кадра на экране. Можем сделать сравнительный анализ. Слева у меня находится кадр с камеры Pentax. Справа у нас находится кадр с камеры Fuji. Можем просмотреть их. Начнем с Pentax. Посмотрим на 100% на увеличение. Мы видим, что с хорошим динамическим диапазоном у нас все очень хорошо проработалось. Про риск все я не говорю, потому что обе камеры потрясающие риски. Динамический диапазон у обеих камер очень-очень большой. Это же средний формат. А динамический диапазон зависит только от размера матрицы. Даже в тенях у нас идет очень хорошая проработка. На самом деле я оттуда могу вытянуть очень-очень много информации, без каких-либо шумов и последствий. Вот теперь я вижу кадр с камеры Fuji. Открываем его и смотрим. В принципе, мы видим ту же самую абсолютно картинку. Тоже с шикарной проработкой, с великолепным динамическим диапазоном. То есть с переходом от света к тени, безступенчатым. Все отлично у нас, хорошо видно. И опять же, та же самая в тенях проработка. Великолепно все пузырьки мелкие видны. Это джипешки, каждый со своей кривой. Вот они. Одна чуть немного контрастнее, это у Fuji. У Pentax немного чуть помягче. Опять же, зависит от того, какие настройки джипега. Их можно поставить абсолютно разные. В принципе, камеры, я делаю вывод, что абсолютно одинаково работают. Просто, опять же, все зависит от удобства. Кому-то удобнее работать с зеркальной камерой, кому-то беззеркальной. В принципе, и удобно работать и то, и другое. Для предметной съемки неважно, потому что я все управляю с компьютера. Потом мы сделаем сравнительный тест при модельной съемке. Я потерю своими впечатлениями. Пока мы сделали начальный тест на предметной съемке. То есть, тем, что мне особенно близко. И в чем я очень хорошо разбираюсь. И здесь мои требования очень-очень жесткие к камерам. Обе. Обе меня порадовали. Так что, выбирать это вам предстоит. На этом мы заканчиваем сравнительный тест двух камер при предметной съемке. Теперь мы продолжим наш тест при модельной съемке. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok